В 21 веке только труд может обеспечить казахстанцам благосостояние и достижение нового качества жизни. Мы – страна труда, и наше государство должно воспевать человека труда. Эти слова президента звучат призывом к действию для миллионов людей. Индустриализация в стране набирает темпы. Множится число производств и предприятий, где трудятся мастера своего дела. Продолжение следует... Я пришел в авиацию в 1988 году. В 1988 году поступил на Фрунзенское авиационное училище. Это было во время Советского Союза. Поэтому поступить в сферу авиации было очень сложно. Чтобы получить высшее образование, надо было поступить в Актюбинское высшее летное училище. В то время на одно место приходилось по 40 абитуриентов. Цель воздушного такси – обслужить казахстанских граждан. В основном это бизнесмены, у которых мало времени. Мы с одного на другое место быстро долетаем. И еще мы иностранцам показываем красоту нашей столицы. В 1990 году поступил в Актюбинское высшее летное училище. В 1997 окончил учебу. В те годы был кризис. Работы для летчиков не было. Поэтому мне пришлось идти в армию. В 1998 году прибыл из армии. По приезду сразу поехали в Уральскую авиабазу. Там есть вертолетный полк. Начинал я как летчик-штурман, а потом, набрав опыт, стал начальником штаба эскадрильи. Можем показать Астану, Боровое. Также летим в Караганду, Павлодар. То есть зависит от заказчика. Куда он желает, туда и летим. В этом сезоне заказов много. Сейчас мы почти каждый день летаем. Сзади нас стоит вертолет Робинсон Р-44. Он самый популярный в мире, потому что его конструкция очень проста. Он очень прост в эксплуатации и очень прост в обслуживании. У него обычный поршневой мотор, горизонтально-оппозитный, шестицилиндровый. Этот вертолет может долететь до шестиста километров. Бак рассчитан на сто семьдесят шесть литров. В час примерно уходит 55-60 литров. В целом он может лететь три часа. Я занимаюсь своим любимым делом, при этом я еще и зарабатываю. Поэтому, естественно, я считаю себя счастливым человеком. Эта деятельность очень нужна, потому что сейчас по всему миру малая авиация хорошо развивается. Если человеку нравится летать, если это его мечта, то пусть он станет летчиком. Если твое хобби совпадает с тем, чем ты занимаешься, то это просто счастье. Поэтому я хочу сказать молодым ребятам, кто хочет стать летчиком, кто об этом мечтает, то приходите в авиацию. Мы научим. Спасибо.